Ну а прямо сейчас мы вновь готовы пообщаться с нашей прекрасной Мариной Ценка, если она находится на территории кофейной Кекс и Крендель, там общается со своими гостями. Ну все время она там хозяйка, здесь уже без вопросов. Мариночка, еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро, коллеги, доброе утро, дорогие телезрители. Сейчас мы поговорим на довольно серьезную тему банкротства физлиц. Что это такое, нам расскажет директор юридической службы Константин Бобров. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Ну все-таки давайте мы к понятию, что такое банкротство. Для нас, наверное, простых обывателей банкротства, это просто что-то вообще страшное. Смотрите, раньше понятие банкротства предусматривалось только для юридических лиц. 1 октября в законном банкротстве были нанесены изменения, которые позволили признавать банкротом физических лиц. То есть данный закон стал предусматривать аннулирование их долгов. Порядок следующий. Для того, чтобы, в принципе, подпадать в процедуру банкротства, вам необходимо обладать долговыми обязательствами, которые вы не можете исполнить. Дальше вы обращаетесь, допустим, к юристу, который подготавливает необходимый пакет документов для того, чтобы вам подать его в арбитражный суд и инсценировать в отношении вас процедуру банкротства. Также эта процедура достаточно дорогостоящая, потому что необходимо оплатить, конечно, опять же, услуги юриста, арбитражного управляющего, оплатить госпошин, все это достаточно дорогостоящее. В целом, минимум будет составлять данная процедура 1080. По окончании данной процедуры вас признают банкротом и начать реализацию имущества, и все ваши долги будут аннулированы. Но, опять же, ключевое для того, чтобы подпадать под процедуру банкротства, вы должны обладать долговыми обязательствами, которые вы не можете исполнить. Ну да, то есть это долговое обязательство, не сумма там 30 тысяч рублей, да? Да, смотрите, потому что если у вас сумма долга 30-50 тысяч, данная процедура для вас будет не совсем целесообразной, потому что она стоит минимум от 80-100 тысяч. Сама процедура будет дороже, соответственно. И поэтому если у вас долг 50 тысяч и платить за эту процедуру 100 тысяч, вам будет неинтересно, не целесообразно. Поэтому основной контингент, для которых это интересно, это 200-300 тысяч начинается вот так. Ну, соответственно, невозможно набрать кредитов, понимая, что ты не можешь рассчитаться с ними, погасить свои долги, и вот прийти и сказать, я банкрот, давайте мне новый. Гасите мои проблемы, решайте. Если вас уже признали банкротом, вы не имеете в течение определенного периода времени, в принципе, обратиться вновь для признания себя банкротом. Если же вас признали банкротом, так же вы не можете прийти в банк и попросить кредит, и не уведомить его о том, что вы банкрот. Это незаконно. Вы обязаны уведомить банк, потому что вы являетесь банкротом, и навряд ли банк вам выдаст еще один кредит. Поэтому, в принципе, тут злоупотребленное право навряд ли будет. Однако, если вы до этого уже набрали кредит и хотите сейчас признаться банкротом, и быстро денежку распрятали, это не совсем правильное поведение должника. Тоже не совсем хорошо так все вести. Ну да, бывали такие случаи, что вот как раз человек набрал кредитов, обращается к вам и говорит, вот, сделайте меня банкротом, а сумма, например, кредитов маленькая. Такое тоже было. К нам пришла бабушка, которая, у нее был долг 30 тысяч рублей, она пришла, говорит, я хотел бы обратиться к данной процедуре, и говорит, вы же за меня выплатите долги. То есть, я думал, что так процедура идет. Ну, не так есть. То есть, мы объяснили, она говорит, ну, ладно, понятно. Но есть люди, которые некоторые не понимают, некоторые понимают. Для некоторых, кто понимает, в принципе, процедура банкротства подходит по техническому составляющему, то есть, у них есть сумма долга, нет возможности его исполнить. Ну, допустим, они боятся, что, ну, слово банкрот, то есть, какие-то негативные последствия, что там будут какие-то проблемы по жизни. Не совсем так. Конечно, банкротство по окончанию процедуры накладки, это определенные негативные последствия, но они не настолько, так сказать, страшные. В принципе, так же сможет существовать, жить просто с небольшими, так сказать, недостаточками, так скажем. Ну, давайте, наверное, лучше все-таки обращаться за вот этой процедурой, получается, от какой-то суммы или как? Да, то есть, лучше людям, которые интересны данной процедурой, это у которых сумма долгая, более 200 тысяч. Потому что в данном случае для вас это просто будет интересно. То есть, вы, допустим, заплатите за всю процедуру 100 тысяч, ну, и 100 тысяч, получается, аннулируется, грубо говоря, вам будет это интересно. То есть, вместо 200 вы заплатите 100 тысяч. Ну, а вообще много ли в Красноярске обращалось к вам уже? Нам уже обратилось порядка несколько тысяч человек, для них это очень интересно, и все очень ждут, когда уже пойдут решения. Людям, особенно в нынешнее время, в кризисное, когда увольняют сработки, когда уменьшают зарплаты, стало очень интересно. Потому что у людей нет денег платить по своим обязательствам, как из них выходить, они не знают. И закон об банкротстве позволяет им, законный способ выйти из данной проблемы. Ну, решения в Красноярске еще не было, но закон совсем недавно вступил. Да, еще не было. Именно по физическим лицам еще не было. Тогда вот вы затронули тему тоже еще такую, что какие-то последствия имеют уже процедуры банкротства после того, как объявлен человек банкротом. Какие это последствия? Это вы не можете занимать руководящую должность в юридическом лице, без разрешения обитража управляющего не можете осуществлять сделки свыше 50 тысяч рублей. Но основные последствия такие, так скажем. Ну, то есть все-таки, не знаю, можно спокойно, да, с ними дальше настроить свой бизнес. Последствия, которые, возможно, может быть, еще будут, это то, что вы можете быть невыездным, но пока что по закону вроде предусматривается то, что вы не имеете права выезжать за границу на время процедуры банкротства. Последствия, скорее всего, сможете. Но точно сказать сейчас не можем. Здорово. Ну, поэтому, как бы, мне кажется, стоит обращаться именно с такими разъяснительными моментами, но не стоит бежать по первым своим там каким-то малочисленным кредитам, да, получается? Да, то есть если у вас имеют сумму долга, вам это интересно. Да. Ну, а решать проблему все-таки маленьких кредитов лучше самостоятельно пытаться... Да, в случае, если у вас какой-то маленький кредит, и вы хотите как-то регулировать вопрос, тут же можно с банком прийти к кому-то соглашению. Также реставризация долга предусматривает возможность уменьшения там ежемесячных платежей на более длительные сроки. Для некоторых кредит тоже интересно. В данном случае можно обратиться к юристу, который поможет вам регулировать данный вопрос, так же с банком договориться, прийти к соглашению для того, чтобы решить вопрос и учесть обе стороны интереса. Костянит, большое спасибо. Вот от нас и от кофейника «Экскрендель» вам такой сладкий презент. Спасибо. Приятного очень пить. Но я напоминаю, что мы беседовали с Константином Бобровым, директором юридической службы «Единый центр защиты». Студия, передаю вам слово.